Вы ощущаете конфронтацию? Нет, надеюсь, вы почастливаете. Смотрите, у меня такое предложение. Я сейчас когда сидел, у меня возникла идея. У нас была попытка сделать и пиксрач, и пиксрач это очень весело. Но зачем? Дело в том, что опишечки имеют намного больше общего. Я сейчас просто рассказывал, как все новые системы должны любить друг друга. У меня писает вот этот дух любви проник в меня. Я на самом деле предлагаю пробежаться поскорее по вопросам, из которых часто состоит рассказ про приличное. Но осветить его в более мирном характере. Я не знаю, о чем были ваши доклады. Можно если не повторяться. Говорю, что он не с вами получится. Окей. Вот смотрите, я предлагаю начать с такой штуки. Я сейчас выберу карты. Знаете, я не хочу про гугл карты. Все знают, что они классные. Без вариантов. Я понял в последний раз, что мне очень нравится защищать OpenStreetMaps. Это добавит чуть больше холивара в нашу ситуацию. Я буду очень размазанно за все сообщество говорить. Там очень много разных утилителей. Про карты или про продукты? Вот. Это самый хороший вопрос. Про что именно мы можем говорить? Давайте не будем говорить про карты, покрытие картами каких-то мест и так далее. Это как бы не наша вообще задача эти карты у поставщиков собирать. Просто, а у OpenStreetMaps там продукты, они же просто голые опишечки используются. Ну, есть библиотеки, о которых можно говорить. Я не понимаю. Мы не будем говорить про покрытие. Придется говорить? Придется говорить? Придется. Не без вариантов. Давайте углубимся в давние-давние времена. Давайте, я на самом деле ничего не знаю об истории API и так далее создания. Я могу только за OpenStreetMaps рассказать. Я предлагаю начать с истории. У меня по истории очень отрывочные сведения. Я сам в проекте OpenStreetMaps два слова сказать. Проект свободных открытых карт, в которые мапят все, кому не лень. Их данные доступны. На самом деле, это единственная причина, по которой я в нем участвую. Простой пример. У нас, например, в Омске не было туда занесено автобусных остановок. Вот я сейчас досидел, дорисовал почти все автобусные остановки. Ну, вот они мне были нужны. Я их нарисовал, я их получил. А история была такая. В седьмом или в шестом этот проект, наверное, из малозначимого совсем. Начал приобретать довольно огромное количество сторонников по всему миру. И в России начали жервые мапперы, наверное, появляться с восьмого или девятого года. По крайней мере, вот правки в городе Омске, где мы сейчас находимся. Я нашел какого-то чувака, который, он вообще родом из Москвы. Он просто нашел не покрытый картами город и, собственно, стал рисовать. Я думал, что это какой-то амич, судя по правкам на соседней от меня улице. Вот я к нему поприставал, он мне рассказал, пообучал, как немножко рисовать. И таким образом я втянулся в историю. С этим свободным проектом чуть сложнее. Нет такой даты, что вот сегодня у нас было 50% картами покрыто, а завтра 60%. Ну, таких точек никто не делал. Единственное, что я знаю, что по всему миру более миллиона юзеров сейчас. И в России больше 50 тысяч уникальных личностей, которые делали правки. Я скорее о таких цифрах могу сказать. Не сможешь сказать об истории. Но вот с Яндекс.Опи, я думаю, все намного веселее. Есть конкретные даты появления. Можешь какую-то историю приоткрыть? У меня даже графики есть. Сейчас я открою. Секундочку, подождите. Но пока он загружается, могу сказать, что в принципе мы в Яндексе тоже используем TakeMap. То есть во второй версии модуль регионов это исключительно данные взятые из OSM. В OSM на самом деле таких данных нет. У них есть просто way, просто relation, никак не связанные друг с другом. И потом наша задача была это объединить отдельные маленькие кусочки в замкнутые контуры и отдать. Ну, OSM классная штука, честно скажу. Там есть несколько маленьких новых. Во-первых, каждый пишет как хочет. Поэтому там очень много ошибок. В том частности со стыковкой различных данных. И многие вещи там делают не до конца. У нас например можно моду регионов, второй версия полосить, чтобы регионы были по-русски. Это работает. Можно попросить, чтобы они были на английском. Это работает. Можно попросить, чтобы они были на беларусском. В小時 и в OSM записали белорусские названия, а для казахстана например их не писали. Белорусские названия. Белорусские названия казахстанских властей. Ну или украинские. Не нашлось патриота белоруса Казахстана, который бы это сделал. Все имеют свои ограничения. Слушай, а вы эти данные как-то моделируете или прям еще один? Там идет экспорт текущего планет-файла, потом мы делаем нужный нам срез. После чего там идет достаточно долгая обработка, она там занимает несколько дней компьютерного времени. И получается фалик. Мы смотрим, потом отдаем картографам, которые смотрят, что все границы правильные. Мы обязаны отдавать более-менее правильные границы. Например, в чем плюс или минус ОСМ? Там есть в бывшей Югославии все возможные государства. И Кипра там тоже. Там Кипр такой, Кипр такой. Я думаю, там даже люди стирают периодически границы. Да, то есть ОСМ существует без дипломатии. Можно найти несколько стран на одном и том же месте. Кто-то там родни знает, кто-то по-другие. Бывает по-разному. А что по поводу истории? История, значит. Первая версия карт появилась 13 ноября 2008 года. Версия 1.1, которая на самом деле достаточно сильно отличалась внутренняя от первой версии, появилась 25 июня 2009 года. Вторая версия появилась 19 апреля 2012 года. Неделю назад вышла версия 2.0.36. И 2.1 была презентована на Яке 4 октября 2013 года. А что-нибудь в это время делалось при нём поднятии номера версии? Как бы знаешь, это хрена. Это просто хоть какие-то milestone, чтобы было понятно, а не только цифры. Не, ну конкретно milestone это именно версия. А мы ещё пройдёмся, пожалуйста. Я покороче хотел вопросы сделать. Чейнжлобок у нас чейнжлобки публичные. Самые такие большие вещи, они в чейнжлобках отображаются. Короткий вопрос, можно? А вот вы, когда правите что-то у себя, да? То есть вы проверяете, что, допустим, границы не совпали с картографами. Вы у себя пофиксили, а обратно сливаете, нет? Точнее, не так. Мы у себя не фиксили. То есть я, когда начал это делать, я смотрю, что границы с Косковской области у меня просто не собираются. Там стык трёх областей. Граница ВСМ должна в стык войти, и там вы закончится. А он шёл Г-образно. Картинки ВСМ у всех порядок. А я не могу собрать запутанный контур. Я просто написал ближайшему, как сказать, контрибьютору ВСМ. Я говорю, я не знаю, что делать. Он говорит, сейчас там чик-чик, и через там буквально пять секунд я получаю новый дамп, и всё в порядке. То есть я не поднимался, собственно, редактор. Я говорю, да, и всё. То есть получается, вы берёте, но обратно результаты своих футбук не отдаёте? Мы не меняем их. То есть вклад в свою ненависть только пользуетесь? То есть вклад на уровне фиксинга таких вот вещей, как что-то не совпало. Если кто-то ко мне подойдёт, расскажет, как можно сделать крупный экспорт ВСМ. Не надо. Крупный экспорт ВСМ. Я могу без проблем сделать полную связку ВСМ с геонеймсом, полную связку улиц ВСМ с квадром. Могу. Только я не знаю, мне данные есть. Я заводил. Удачи с ними делать? Я не ВСМчик. Я программчик. Давай дальше по истории. В истории? Ну, вообще, мы изначально сделали API-карт в Agis. А когда мы делали третью версию онлайн, и мы такие подумали, ну, раз у нас справочная IP используется, почему бы так же не выделить API-карт? Тем более в Афланте надо было тогда, которые писали. И в 2011 году это получается. Мы сделали первую версию почти на коленке за три месяца втроём. Но мы пошли простым путём. Мы взяли open layers, обернули какие-то свои методы, научили API взаимодействовать с нашим справочным API. Заинтегрили это всё в онлайн, дали разработку в Украину. Там чуть-чуть не более с таким правильным подходом были, они на это посмотрели и сделали типа версию 1.1, которая, собственно, пошла в продакшн. Но это было open layers, он тормозил, нам не очень нравился. И фокус был сделан, чтобы сделать на этом API-виджеты. Именно виджеты, чтобы показать какую-то организацию, выборку по организации. А, ну, собственно, я забыл сказать, что вот к API мы тогда решили взять OSM. Просто смёрзжить OSM с нашими тайлами. Вот. Между городами до Бальгисанья. Между городами до Бальгисанья, да. Но мы сделали это только в визуальной части. С точки зрения геоданных мы из OSM пока не живём. А вот тут можно сразу так переходить. Я ещё... А, прости. Сейчас мы сделали четвёрку и по четвёрку делаем API-карт 2.0. Она основана на лифлете. Парни в Киеве, они тесно общаются с Гафонкиным. И какие-то вот изменения в результате разработки нового API-карт, они влияют на лифлит сейчас. Стараемся помочь с оптимизировать. Давай. Нет, я просто хотел предложить сразу следующую штуку. Вот есть у каждого приличного картографического API, должны быть какие-то такие возможности. Там у всех есть эти маркеры, там какие-то окошечки при нажатии. Ну, про кастомизацию ещё отдельно. Полигоны, заливочки и так далее. Там круги, геодезические кривые. Есть ли вот что-то, может быть вы сами вспомните, ударься, нанесёте. Что-то, что вот очень хочется, простое, примитивное, но его по какой-то причине вашей нет. Не знаю, внешность круга нельзя залить там или ещё что-нибудь такое. И люди всё время вас долбят. Сделайте, а вы не делайте там. Что-нибудь такое есть. Я просто про OpenStreetMaps я, наверное, так обозначу. Я собирался рассказать про библиотечку Leaflet и про разные open-source шняшки, про ней. У Leaflet, да, собственно, написанная она GoFunkin и небольшим ещё количеством контрибьюторов туда. Там есть чувак, у которого на GitHub на аватарке презерватив. Мы очень не могли привыкнуть. Смотришь, кто закоммитал. А, понятно. Тут, наверное, сложнее будет, но ничего страшного. Я просто хотел сказать, что я в своё время в Leaflet нашёл возможность кастомизировать всё, что мне угодно и нашёл того, чего я не могу сделать. Поэтому мне сейчас сложно вспомнить, включая то, что такая фигня, я почему вспомнил про заливку окружности. Мне по какой-то причине нужно было заливать там различные концентрические внешности, там, ну, внутренности между двумя кружками одной величины. Или между двумя фигурами, вот такие вот. Знаешь, что нет в Leaflet? В нём нет возможности сделать анимированную геометрию какую-то. Нельзя сделать анимированную геометрию? Да. А возможно? Да. Мы в ходовое здание, которое показывает там стрелочка ползает, продакт очень хотели, чтобы было красиво, пользователь видел. Парни в Киеве за пару недель они сделали миксинг к Leaflet. И сделали сначала возможность делать анимированные пассы, потом сделаем настройку, чтобы там стрелки показывать в ходовое здание. Да, давайте сейчас мы сначала про визоляционное API поговорим, потом про какие-то другие сервисы будем. То есть, окей, хорошо, в Leaflet нет анимированных, но тут можно сделать ещё шаг. Там есть OpenLayers, не знаю, насколько её можно открытой называть. Она... Вот я не помню, там была ли там анимация, но у меня лично с ней была проблема только в том, что она потормажет при уровне большого количества точек. Это мне смущает, что она в принципе вот такая. А такая это какая? Она весит там 300 килобайтов. Ну, дело в том, что у меня очень мало огромных проектов в продакшене с картой. Там только 350 и основная причина почему это в OpenLayers отказались, его сложно грузить в мобилку. Да, в мобилку. Да, в мобилку. У Leaflet там то ли 30, то ли 40 килобайт тогда получается. Ну, сейчас будет 25 килобайт. Но оно только визоляционное. Вот. И OpenLayers там просто куча всего лишнего. Вот работа с геометриями вот такого картографического формата. И какой-то формат он есть там у двух фирм в мире, например. Но в OpenLayers это есть. В OpenLayers весит 320 килобайт. В OpenLayers? Яндекс. 320 килобайт. Package full. Можно же кусками. Можно кусками, но почему-то так мало кто делает. Окей, а по поводу визоляционной части Яндекс карты. Можно ли поддерживать? Есть ли какие-то затыки? Нет. Например, меня часто спрашивают, как сделать линию со стрелочками. В смысле? Ну, как вот у Гугла есть глифы. Можно сказать, что я хочу какой-то символ по пути. Чтобы он полз. Чтобы он полз. Например. У нас, как бы, графическая подсистема, она показывает только то, что может показать графическая подсистема. То есть, если это круг, это круг, если это линия, это линия. Плюс есть такая мина, что, например, мы на конвасе не можем отображать круг с пунктирной обводкой. Ну, потому что, как бы, круг это параметрическая фигура. Не хочется преобразовать, как бы. В смысле, нельзя произвольные границы указывать или что? Нет. Вот есть, у SVG есть понятие строк стайл. Я хочу строк стайл вот так вот. У конваса нет такого. Просто нет. То есть, для линии мы эмулируем, а для гладких фигур это просто неправильно. То есть, у нас это решается просто. Ты берешь, я хочу еще SVG, кроме дефолтного конваса, и команда там опция, что отображать фигуру на SVG. Получается такая вещь, которая из коробки недоступна. А насчет стрелочек, у нас такая очень интересная концепция геометрии. У нас есть геометрия в геокоординатах, с которой работает человек снаружи. А все оверлей, они работают уже на пиксельной геометрии. То есть, у нас деление на гео и на пиксельную. И если ты хочешь какую-то сложную фигуру, которая там, линия со стрелочками. Я это показывал на первом опишнике, просто создается оверлей, ему приходят координаты контрольных точек линии, по которым линия могла бы отображаться. Он берет геометрию, генерирует на основе нее еще одну геометрию, или еще 10 геометров, на основе которых поднимает новые оверлей. Просто добавляя оверлей, можно добавить в себя оверлей, этот оверлей увидит по родителям карту и добавится. И получается. Человек, который подключается в SVG, сам бежит ответственность на себя? Нет, но SVG он тоже не может такие штуки. SVG может длинные-короткие-короткие, а вот именно стрелочка, чтобы остренькая была, тем более двигалась, это тоже сложнее. Ну, там стрелочка маркером просто в SVG делается. В SVG есть другая боль, и эта боль называется обводка. А дизайнеры, они прям, вот, линия на карте нужна обводкой, еще и какая-нибудь там с фейдом таким уходящим. И приходится городить как-то в виде линия сверху, еще линия потоньше, и чем больше этого появляется на карте, тем, если еще события повесить. Тем сложнее с быстродействием как-то все тюнить. У нас, кстати, 2.1 версии, именно так сделана линейка, там две линии, чтобы очень красиво смотрелось. Кстати, про события, вот тут это близко на самом деле. Насколько полная событийная модель? Я сейчас понимаю, что мы сейчас разберемся по визуальной части по лифлету, да? То есть в лифлете закрывается, не знаю, кликание по всему чему угодно, ну все стандартные браузерные и так далее вещи. Там сложно как бы спорить. Добавляете ли вы тогда, получается, в лифлет какие-то свои события? Может вам что-то не хватает? Например, для мобильной версии. Если вы, получается, в мобильную веб-версию, вам может быть какие-то... Мобилка в лифлете работает с коробки на самом деле. И не зная, что у нее под виндой, то есть Яндекс очень много рассказывал про их войну с этими вот... С поинтер-событиями. С поинтер-событиями. Вот я не знаю, что у лифлета с этой штукой. Мы как раз будем брать интеград из этого все и, возможно, столкнемся. А так мы активно пользуем кастомные события лифлета. То есть мы обратно пообрабатываем клик на карту. И дальше смотрим, либо мы кидаем, что это был маркер клик. Ну себе уже в приложение. Либо там, что в напойном навели. Ой, а я сейчас перебью. А что-то грустно. Получается, на бригаде не планируют выпустить мобильную API, чтобы в мобилке строить приложение карты. Нет, планируют. Планируют? Нету сейчас. Правильно же я понимаю? У нас сейчас бета, мы вот что смогли за короткий период сделали. То есть там-то не было бы никаких проблем с событиями, кликами. То есть сделать какую-нибудь дубльгиз-активити там, устраивая его. Кстати, Яндекс не планирует обновиться, а то... Подожди, я. Нет, ну, я просто за последний месяц писал два пространных письма, почему мы будем использовать Гугл-карты, хотя заказчикам нравятся Яндекс-карты. Ясно, Антон. Ясно. Так почему? Ну, потому что реализация Яндекс-карт под Андроид, который сейчас есть, который можно строить в приложении, там большими красными или черными буквами написано, поддержка прекращена, будем фиксить только critical баги, когда-нибудь потом мы это исправим и год ни одного коммита. А critical баги есть. Нет, на самом деле я как бы отношусь именно к JS части. Все равно отдуваться надо. Ну, на самом деле как бы отдуваться можно, отдуваться можно двумя вариантами. Например, на современных телефонах, я себе телефон вот обновил месяц назад. У меня старый. Ну, как бы, мы вот, когда делали вторую версию, мы сидели и очень сильно мучились, очень сильно мучились, чтобы карты не тормозили на втором iPad. Это не так просто, как кажется. Сейчас, как бы, если запустить карты на 5-ейсе, даже первой версии на никаких проблем нет. Если очень хочется прямо сейчас, чтобы работала именно карта, можно использовать WebView. Именно JS-карты и на средних телефонах летают. А вот именно мобильные карты, этот мобильный фреймворк, он, да, старый фреймворк заморожен. Вот. Я просто к чему? А вот у OpenStreetMaps есть, конечно, замороженный, намного более пофиксированными багами, AwesomeDroid, который ты можешь себе слить и спокойно у него еще накомнить. Нет, можно, конечно... MapsForce еще есть. Да, да, да. В который я хотел вот такую пачку патча достать, а они потом решили, а давайте мы резко поменяем все API. Не дай бог, Олег пришлет. Да, и вот теперь у них все еще каждый оверлей в одном трейде крутится с одной своей картинкой, и добавляем третьего оверлей, ломай все нахрен. То есть я просто к чему? То есть если как бы есть настроение на мобил, но при этом есть проблемы с ее событиями, то достаточно, блин, перенести функционал хотя бы один в один, это вот моя такая супер претензия какая-то ко всем тоже, и к другу лицу. Угла такой фигни нет, но у него другие, соответственно, шняги. Ну короче, под мобилкой будет работать адекватно, вот это есть в планах, и под мобилкой она выглядит будет немного по-другому, чем по тестовому. Ну то есть я просто говорю, это будет именно мобильная библиотека, не лифлет в браузере запускаемый, в мобиле. Не будет лифлет. Просто там сборка немного другая будет. Еще с событиями, сейчас я забыл ответить, вопрос доставляет ли нам лифлет проблемы какие-то. Если кейс, эта зараза подписывается на слой карты, основной на capturing, делает prevent-default. Чем это чревато? Когда пользователь кликает в карту, у вас фокус с того же input не исчезает. И у них там где-то в пяти местах есть prevent-default и где-то в паре места propagation. Это можно как-то изменить? То есть вы свои штуки меняете? Мы pull request сделали, сказали, ну вот здесь по-другому можно сделать. Ну и у себя это в кастыре сделали. Антон, я в свое время игрался в событийную модель первой версии Яндекс.Вапе. Первая и вторая версия по событиям не имеют вообще никакого связи. Вторая версия – очень классное событие. Атон, скажи про это. У нас была задача полностью абстрагировать человека от конечного события. Полностью абстрагироваться от конечного железа. То есть если вы запускаетесь на мобильниках, где нет клика, там есть touch, а вы подписаны на клик, вам придет клик. То есть если поинтер событий, которые могут нести всем много чего, опять же все придет в понятных значениях. То есть там именно на уровне дома идет такой маппинг, там различные правила. Если у вас колесо мышки работает, оно может называться тремя различными командами. То есть там дом on scroll, on view, там если это е, то всякое десятое. Мы все это как бы с собой скрываем, и за сам дом элемент мы ничего из дома не пускаем. Тут же оборачивается в нашу систему, в системный вент и кидается дальше. И в итоге через весь ад идет одна и та же модель. Но если вдруг хочется превент-дефолт, ты будешь превент-дефолт и превентится как наше распространение наших и наших ковентов, так и оригинальный дом событий тоже получится. А вот та же модель работает, если я хочу, например, маркер поперетаскивать, то есть drag-and-drop события. С ними нет никаких проблем. Просто вот такой кейс. Ладно, я маркер перетащи, да? Предположим, есть выделенная область прямоугольник. Я могу ее взять и перетащить? Можешь. Я просто... Нет, ты должен ее сделать drag-ball. Сделать drag-ball. Я имею ввиду, что перегружаете, вы какое-то личное событие предлагаете для этого? Или стандартно использовать нужно? Если ты говоришь, какой-то объект .events добавит событие, ты получаешь какого-то события. Если вдруг этот элемент является HTML-нодой, вешается как бы HTML-событие. В некоторых случаях, если ты начинаешь слушать события на верхних уровнях, там идет команда, чтобы повесилась в дом события. И если ты хочешь, чтобы что-то драговать выше, drag-гер здесь пусть живет. То есть drag-гер — это один из компонентов. У нас как бы... Ну, кто сейчас переводы слушал, там много различных вещей, у нас нету как бы компонентов, которые занимаются больше, чем одной вещь. CRQ, CQR... Я ушел, когда он не смог расшифровать парочку. В общем, у нас там все более-менее по науке, и париться не надо. Дрейти, KISS, короче, и так далее. Нет, KISS — это React. У нас не KISS. Такой вопрос. Я просто к визуализации хотел перейти. Ой, к кастомизации. Я знаю, что в Reflate я могу спокойно передать любое HTML, потом к ним на CSS, кастомный маркер, pop-up, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Мы скоро закончим уже это объединение нашей на визуальной платформе, и что дальше пойдем. А в Яндекс-картах, насколько далеко заходит кастомизация, все ли я могу кастомизировать, везде ли я могу передать полностью там, свой HTML, CSS и так далее. Да. Везде-везде? Просто да. Прям вот, не нужно проверять? Нет, во второй версии немножко все сложнее. Точнее, в 2.1. То есть, во второй версии ты можешь взять любое HTML и сказать, что сделаем мне там лояут. На основе лояут ты можешь сделать хоть и контрол, хоть и оверлей. Ну, один тоже лояут идет на вход. Но столкнулись с проблемой скорости. Если вы хотите нарисовать 10 своих иконок, именно кастом на HTML, ну, не 10, 10 тысяч, например, то на каждой из этих иконок еще идет 10 дом событий. А если, наконец, сложено там, с обложенным макетом, то не 10, а 20. Это медленно. Поэтому мы немножко все это дело минифицировали. У нас есть отдельная верстка, отдельный шейп. Вот возьмем стандартный, вот не лицовый маркер, кривой. У него какая-то кабельная область? Верунчик. В общем, всегда и везде. Это диф квадратный. В новой версии, как в 2.1, маркер находится по условиям событий, его нельзя кликнуть. То есть, как ты кликаешь, есть корана. И шаблон, кроме самого кода, он дает еще свой шейп, геометрию, который может быть любой. То есть, хвостик не попал, значит не попал. А шейп в каком формате? В формате нашей геометрии. В формате вашей геометрии. Ну, в смысле, это будет полигон. Понятно. Очень и очень точный получается, а не подтормаживает. Ну, в смысле, если делать очень точный полигон, то есть, не знаю, круг это тоже полигон? Нет. Круг это геометрия круга. Геометрия круга имеет, собственно, методы по всему. Просто все как бы квадратно стоит. А если ты говоришь, что у тебя круг геодезический, это такая штука очень странной формы. А это полигон, да. Кстати, о геодезических. Яндексабе можно вводить геодезические линии? Сразу скажу, что в репрете, по-моему, нельзя делать геодезические линии. Я не находил плагины. Но я знаю, что в OpenLayers, по-моему, была разработка, не помню, позволяющие нарисовать. Это очень популярная тема. Пытается все время сделать в OpenLayers сообществе. У нас сейчас геодезическая линейка. С 2-1 вед? Да нет. С 2-ой же еще. Просто люди вечно там тыкают линейкой. Она показывает одно расстояние. Она показывает расстояние именно геодезическое. А выглядит как прямая. Плюс ты там без города в город нажал и смотришь. Почему-то там не по дороге идет, а дорога прямая. Стандартная проблема Меркатора, что карта плоская, земля круглая. Поэтому почти у всех, кроме точных объектов, есть опция геодезик. Ставишь строк, включаешь геодезик. Так, я прилагаю пора переходить уже к сервисам. По поводу сервисов это самая интересная штука. Абсолютно ясно, что на основе OpenStreetMaps данных можно построить любой сервис. Потому что данные открыты. В Яндексе Дубльгиса данные. Ну, как бы приоткрыты, конечно. Но не все, да? И можно, ну, они по крайней мере отдаются в форме удобных сервисов и так далее. Давайте за сервисы немножко поговорим. Вот, например, ну с такой популярной вещи начнем, как пробочки. Конечно, если бы я мог собирать пробочки, фоткаем машинки на улицах, я бы их отображал на OpenStreetMaps. Есть определенные проекты, там, у нас навигационные. Ну, они, в основном, связаны с такси. Которые это отображают. Вот, давайте теперь между вами устроим такой небольшой страчек. Вот, что Дубльгиса с пробками, в Новосибирске что-то видео. В Питере есть еще. В Питере есть еще. Сейчас у вас пробки активно развиваются там. Да, и развязка на южной площади. Да, Олег из Новосибирск. Там просто мы сделали первый вариант. Попробовали открыть мазку и поняли, что мы по железу не возим. Так много запросов? То есть люди сразу узнали, пришли… Нет, нет, архитектура у нас не позволяла укладываться по железу, чтобы это все агрегировать, обсчитывать. Агрегировать, да. Вот, но потом ребята, они на это все посмотрели, переписали. И сейчас у нас идет активное открытие пробок. Мы можем отдать их в качестве плагина к API Card. Но как данные мы отдать не можем, потому что мы сотрудничаем с поставщиками данных и там какие-то свои договора. А вот такой вопрос. А эти данные агрегируются, отображаются вот только в форме, ну, таких популярных красно-синей-желтых линий? То есть… И еще есть какие-то какого-то рода данные… А не стесняются. А вот как у Яндекс.Карт практически вот с геометриями со всеми. И просто по ховерному конкретной области там подсказывается текущая средняя скорость на этом участке. А, еще средняя скорость, окей. Вот. А не знаешь, может быть, мне просто интересно, когда придумывали, как будет выглядеть слой пробки, на какую из известных карт смотрели? Или это было оригинальное, собственно, решение? Мы смотрели на все. И… Ну, у нас есть там арт-директоры всякие. А, это они уже решили? Да. Они говорили, да, нет. А потом вот к нам пришел продакт, новый Макс Березкин. Он же до Комус. Не знаю. Может, кто-то знает. Вот. Он пришел и говорит, чуваки, нет, вот эти стрелки, все-таки их плохо видно. И в итоге сделали вариант с цветной подложкой и стрелкой, нарисованной на этой подложке. То есть, по покрытию данных пока, что Питер и Новосибирь. А что планируется? Третий город. Планируется… Краскас. Краскас. Короче, есть шанс, что хотя бы города-миллионники покроются? Короче, то ли консует следующего года, то ли через два года планируется все пробками покрыть. А, вот так. Спасибо. Красиво. 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 А вы на неделе не вычислили? Сори. Что с открытием пробками есть ли во всех городах? И как вы принимаете решение, будет ли отображаться пробка в каком-то городе? Или это немножко параллельно? Ну нет. Я как бы знаю, что во многих городах все не скажу. Можно отзумнуться на карте и над всеми крупными городами появится цветопорчик. А так вообще пробки, они в том числе генерируются всеми теми людьми, что катаются с навигаторами или с яноскартами. То есть даже если пробки нет, все равно как бы известно, что машины там катаются. Ты иногда вот в Москве просыпаешься в выходные утром, смотришь, в Москве пусто. Карту надумываешь, думаешь, а вот до Серпухова уже не доехать. Много данных, они сами себя поддерживают. А, вот такой вопрос меня интересовало. Ну я не замерял, а вот я смотрю на слой отображения пробок, его там отключаем, подключаем. Насколько в общем объеме данных, которые приходят для отображения, насколько тяжел слой пробочек? И к тем и к тем вопросам? Ну и да, к тем и к тем, давайте. То есть у вас, вообще кажется, какое-то замедление, рекомендуете ли вы выключить слой пробочек на плохих браузерах или еще что-то такое? Ну так как у нас тайлы не склеиваются, то элементов в доме в тайлы в раза больше становится. Но по факту на классических браузерах оно нормально там живется. Окей. И в том числе и в мобильных? В мобильном... Ну просто. Смотри, ты буквально онлайном не воспользуешься мобилкой. Согласен. Поэтому в мобилке у нас карта вообще 3D-шная. А слой пробок тот же самый тайловый тянется. А... Трегип? Или вектор у них? Вектор там настоящий. Ну, 3D-карта рисуется 3D-смелый. А, черт, точно, я же да, я перепутал учусь с чем-то. Ну да, мы сейчас не будем про мобильное приложение на Брюгизге. Мобильная тема. Вот. Окей. Еще такая тема. Мне вот захотелось... Есть у нас еще различные, да, типа данных? То есть, ну, это может быть там какая-нибудь погода, там, не знаю, Вики... 50 километров по красному пути. Вот только на велосипедисты работают. По опору новосибирской олимпийского огня на машине не ездите вообще. Так его там уже почти до не стоит. Вот я имею в виду, какая-то похожа на волосы сайта в Буте, брать информацию, чтобы было видно. Смотри, то есть, получается, нужен отдельный человек, который будет этим заниматься. А сейчас такие варианты, они как-то пытаются разруливаться на уровне алгоритмов. Вот, но... То есть, ну, не то, что ручками кто-то пришел. Не, не ручками стараюсь сделать алгоритмами. У нас есть информация, что вот год назад там в то же время было так. И вот... Там сложная математика, у нас сидят там суровые лысые чуваки. Вот есть две таких классных фичи, которые хорошо иметь в картах. Это кластеризация, например. Хочется проверить. Генерализация. Генерализация, кластеризация. Это первый момент. А вторая, это какая-нибудь клевая визуализация. Я сам просто не так давно поигрался. Еще сейчас похожий плагин просто для OpenStreetMaps с гугловой. Hotmap, ну, короче, тепловой картой, которая все это делает. Есть ли подобный плагин Яндекс.Карт? Планируете ли вы что-то коммитить, может быть, на вас, там, надежды? Нам про тепловые карты со временем задавали вопросы в клубе. Дали как бы вот библиотека. Она работает с гугл-картами. Да, есть общая библиотека. Да. Сказали, как ее подружить с Яндекс.Картами. У нас, вот, так называемый дедушка Бэтмен, активный пользователь клуба. Он сел и подружил эту библиотеку Яндекс.Картами. Там, на самом деле, сама библиотека не очень хорошая. В связи с тем, что тепловая карта, штука сложная, она тупит. Генерационный клиент тепловых карт – это очень сложная вещь. Ну, у нее какое-то свое поведение, которое не всегда ожидаемо хочется ничего сделать. Нет, ну, там все в порядке. Просто, на самом деле, эти облака не генерируются. Ну, сложно. На маке, как бы. Ну, то есть, тем, по крайней мере, сделать это частью? А вот, кстати, вот, ситуация. Какой-то пользователь клуба что-то написал. То есть, ну, по сути, как бы предложение, плагин, публике, что-то в том духе. Как вот идет работа с людьми, да? То есть, ну, понятно, что в OpenStreetMaps нет проблем. Чего-то нет, люди сели и написали, да? Ну, получается, некая анархия тут, конечно. Ну, вот, я, к примеру, говорил, да, о проблеме границ. А есть там всякие OpenStreetMaps, ну, я с дорожным графом, да? Валидатор связанности, да? Который я запускаю, например, ну, какой-то чувак из Питера писал. И я, например, валидирую, ну, по Омску в квадрате, да? Ну, правлю ручками, правда, потом после этого. Вот, как происходит работа, наверное, сообществом? То есть, есть сообщество у Яндекса, есть клуб Яндекс.Карт. Вот у Дубльдиса есть ли что-то похожее? И как вот? У нас есть очень много пользователей, которые пишут там фидбэки из наших приложений. И по фидбэкам идет… Из каких приложений? Ну, мобильные, настольные. Мобильные – это другой фидбэк. Типа, у меня не грузится, не поворачивается карта. Нет, по данным. Да, у нас очень много фидбэков по данным. Там автоматически какие-то там… Там сидят чуваки, которые развивают первые линги техподдержки, и на что-то заводят тикеты просто. И потом картографы это правят. А нет, я немножко имел в виду… Я повернуть хочу не то, что у нас тут плохие карты. Мы не о продукте, а мы как бы о папе говорим, да? О программном продукте. Они говорят, что вот у вас плохо, я знаю, как улучшить. Ну, про браузерную, например, версию, условно говоря. Вы мне присылали ли приложение? Я разграбил ваш JavaScript, вот мое улучшение. Или что-нибудь такое. Периодически пишут чуваки, у меня есть идея на миллион просто. Ага. И вы просто обязаны сделать вот так, вот так, вот так. Как вы с ними работаете? Как-то работаете? Ну, им как-то вежливо отвечают, что чувак, спасибо там, пиши еще. Но по факту… Пацаны, уходим! А по факту у нас есть продакт-менеджеры, которые все эти фидбэки получают. И зачастую то, что пишут фидбэки, оно уже есть в roadmap. А как у Яндекса? У нас немножко сложнее. То есть, приходит много лет в клубик. То есть, это там… Ну, бывает там до 50 по 100 день. А что за клуб? Ну, поподробнее еще скажи. Клуб Яндекс карт у нас на Ярушке запущен уже очень давно. Там можно пропиарить свой проект на картах. Получить фидбэк или как-нибудь еще. Например, есть такой блог, называется «Заниматель картографии». Он постоянно что-то у себя пишет, а мы постоянно всем об этом рассказываем. Это какой-то другой, не ваш. Вообще с нами не связан. То, что на самом деле хорошо пишет – полезные кейсы. Как обычно все бывает. Человек приходит, говорит, я хочу сделать то-то, у меня не получается. Варианта два. Либо мы ему говорим, как это сделать, либо понимаем, что это делать сложно. И делайте сами. Тут тоже объясняем, как это сделать. Со временем накапливаются такие, как бы, котелки, что люди хотят. Мы, в принципе, работаем по roadmap, у нас все запланировано. И так особо отрываться и нельзя. Но регулярно смотрим, что бы хотелось. В принципе, именно так мы посмотрели наш клубик. Мы еще весь стаканографовым. Посмотрели и по своим картам, и по Google картам. Такие кейсы очень сложно решаются пользоваться. То есть вы вообще смотрите, какие вообще… там еще Bing есть, Nokia Maps, еще… Кому ко всем же предстают SCAR. В общем, чем хуже картографическая API, тем больше вопросов. Это все началось с того, что там кто-то задал вопрос по Янах SCAR, там тут же пришел бот Google по стаканографам и сказал, мужик, у тебя проблемы? Да, да, да. В принципе, именно так родился модуль, так называемый GeoQuery во второй версии, который решает различные проблемы синхронности, накаждение, пересечение геометрии, причем так пачками. Например, там был доклад очень интересный. Например, строите… ну, задача доставки. У вас есть доставка по городу, есть доставка за городом. Вы строите маршрутизатор от точки А до точки Б. У вас есть маршрут. Берете геометрии города, говорите, а теперь вот расскажите мне части маршрута, что по городу, а что без города. Получаешь уже два маршрута, считаешь длину, считаешь стоимость. И это как бы просто из коробки. Там фильтрация, ну, то же самое, что GeoQuery для дома. Мы сделали для GeoDome. Это исключительно по хотелкам в клубе. Кстати, а вот про из коробки, если дальше про работу там с комьюнити и так далее. Вот приходят какие-то чуваки, у них какой-нибудь очень простой кейс, типа, я там, не знаю, у меня есть магазинчик, мне нужно встроить карту, у меня нет JavaScript разработчиков. Ну, какая-нибудь типичная, на самом деле, ситуация. Есть ли вот тут какая-то помощь, именно там, не знаю, разработчики ваши вовлекаются? Что тут дальше происходит? Это как раз я сейчас вспомнил полостной кейс, по которому нам прям хотелки писали. Это как проехать до моей организации, как ее найти. И мы очень хорошо покрыли этот вариант виджетами. Там есть интерактивная менюшка. И ты вообще не знаешь, что у вас скрипт-код в пять шагов генерируешь виджет. И вставляешь вопросы? Да, и там написано, вот этот код ставь туда, а этот туда. То есть, есть конструктор какой-то? Да, и то есть, большинство использования API-карты, это на самом деле виджеты. То есть, по сути, большую часть кейсов вы предлагаете покрывать конструктором? Кстати, какой-то чувак сделал плагин для WordPress, который показывает... У нас, кстати, тоже идет достаточно много инсталляций через конструктор схемы проезда. Но, в том числе, люди поставили и идет много фидбэка. В частности, у многих что-то не работает. То есть, не просто поставить, а падает. В 50% случаев... У меня там MySkillBuzz данных падает, посмотрите! Он поставил, как бы, скрипт, который сам разворачивается. А они не работают. Мы такие, как же так? Мы же все сделали, чтобы все работало хорошо. В 50% случаев это, как бы, одно и тему Tools. Потому что он там Bing перекрывал. У меня третий Internet Explosion. Нет, там именно падает Modern Browser, потому что MyTools старая штука немножко по-другому Bing перекрывал. У кого-то другие стандартные классы расширяются. А иногда бывает такое, что вот сидишь такой, я не знаю, ничего не работает. И копаешь, 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 там такие вещи увлекательные. И это все, как бы, уходит патчами обратно на пик. А мне интересно, а пользователи какие-нибудь бывают такое, что, ну, он скопировал вас там виджет из конструктора? А что, что, ваш JavaScript код сломал все, там, меня директор решил премии. Вот такие вот. Сумасшедшие есть? Слушай, у нас самые сумасшедшие, это, чуваки, верните справочник, ну, у нас вот каталог. Верни дура в стену, да? Да-да-да. Верните нам каталог. Мы вот не хотим искать, мы хотим тыкать в название рубрики и все просматривать. Кстати, про рубрики. Тут сейчас я такое вот скажу. У меня был такой кейс, да, например, нарисовать все общественные остановки, да, города, любого. Ну, там, Новосиба, например, возьмем. И хотел я, то есть, пользоваться разными опишечками, но я не знаю, как из Яндекса API мне взять и отобразить, например, все остановки. Они же есть вроде, да? Я тоже не знаю. Тоже не знаешь. А как в Дубльгисе? Главное, остановки вроде, вот я могу на них нажать, в запросе они мне вроде приходят, Дубльгис API вроде в радиусе 200 метров остановку, а нарисовать все остановки города я не могу. Как мне делать? Это что, секретная информация? Почему ваш API не дает такого... Как будто на уровне, не знаю, спарсить данные, с другой стороны данные открытые. А музей показать вы почему-то можете. Ты можешь написать компании и сказать, чуваке, а вот можно мне вот эти данные получать и, если там договоришься, то теперь делается XML-выгрузка. Нет, я имею в виду, ну, сейчас больше на Дубльгис API, наверное, наезд. То есть, я просто конкретно... Вот это API делает справочный. А, и ты показатель смысл с помощью API. Вот почему-то я все магазины могу, а остановки не могу. Вроде как бы категории тоже нету такой, или что? Слушай, ну, в новом бете мы ищем, блин, ну как все остановки? А у вас какое-то хитрое... Ты можешь поискать что-то, понимаешь? Поискать что-то? Ну, ты можешь... не знаю, как это объяснить. Вот такой API. Набрать слово, остановка... Остановка, да, и просто... А теперь прикол. Дубльгис ищет только в радиусе до 200 метров. Набрав слово. Видимо, с нагрузкой. Там это кастомизируется. Радиус с нуля до 200 метров. Да и до 250, не буду врать, но сложно найти. Знаете, сколько мне пришлось сделать запрос, чтобы с дубльгисы API все остановки доходили? У тебя закончились. Вот что за кейсы? Зачем тебе все остановки? Может хоть... ну, у меня странное желание... Лёша коллекционер! Да, может быть не остановки. Может я завтра хочу показать себе цветочные клумбы, которые у вас есть. И вроде бы... У меня другой вопрос. Когда проектируется API, кто принимает решение, какие данные из API можно выдернуть, какие нет? Разработчики, менеджеры... Это как раз не API. Это, понимаешь, что там менеджеры больше и они формируют потребности. То есть часть потребностей мы можем понять, потому что нужно онлайну. Вот. А вот другие потребности это фидбэки, это какие-то... Ну вот с API сложно, понимаешь, ты не выдернешь в торговом центре чувака и не спросишь у него. Вот на тебе API, так ты будешь им пользоваться. Смотри, я про то и веду. То есть это не в торговом центре чувак, это нужно работать в какой-то комьюнити. Может строить людей, которые пользуются этим всем. И уже с них грести фидбэки. Ну то есть они чуваков в торговом центре. Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что и продакт, и команда, они в Киеве сидят. Вот. И, ну скорее всего, какие-то подвижки делаются. Не, мне просто было интересно. Ну вот, там так интересно, музей, значит можно все отобразить, а остановки вот только в радиусе двухсот метров. Смотри, музей это организация. А остановка. А остановка это сущность геокодера. Вот. То есть у нас приоритет это показать людям именно филиал организации фирмы. А геокодирование это такой бонус. А тогда такой вопрос. Ну вот, у Яндекса я видел недавно, появилась такая возможность там записаться кому-то на приложение. прием и так далее. То есть, есть ли на самом деле у Яндекса через API возможность, например, какие-то организации смотреть? Нет. И будет ли это замечать? Это не API Яндекс.Карта. Это уже идет в Яндекс.Справочник. Это Яндекс.Справочник. То есть, на самом деле, есть сайт Яндекс.Карты, который использует API Яндекс.Карты и API еще других систем. Это... Вот у тебя есть сайт. Это твой сайт, который ты используешь Google-карты. А тот, кто приходит Google-карты, скажет, блин, на этом сайте там есть все. Почему у Яндекс.Карты такого нет? Это разные продукты? Нет, нет. Я просто... То есть, есть ли возможность построить только... Окей. На Яндекс.Продуктах возможность отображения организации. Просто я сейчас поясню, как обычный пользователь, он, к сожалению, видит сайт, он воспринимает, он ожидает зайти, что у него потом, может быть, в API будет. Нет, ладно. Необычный пользователь. Простите. Окей. Ну, то есть, такая возможность отображать есть. Просто это уже немножко боковой путь. Насколько яндекс API Яндекс справочник, она сейчас не публична. Не публична. Окей. То есть, она не является пока. У нас, ты, наверное, видел? Нет? У нас, как бы, есть сущность Geoclicker. Это модуль API-карт. И Geoclicker, он умеет ходить в API справочная, и если вдруг ты кликнешь дома, там есть фирма, он сходит за ним и покажет. То есть, мы стараемся делать какие-то такие очевидные, простые модули, чтобы пользователь мог собрать какую-то Lite-версию, любой PIS, там, онлайн. Тогда, ну, нам уже, чувство, надо закругляться, чтобы уходить. У меня еще. Сейчас, сейчас, сейчас. А, давай. Вот смотрите, сейчас вот есть большая дефинциация между резками между мощностями. И вот на последней версии Double DIS, например, там, мобильные жалуются, что там, ну, у Яндекса Анатолия такие проскакивают. Будет ли в API какая-то дифференциация, например, чтобы не рисовалось лишнее, выглядело страшно, но функционально. Отключить CGL. Да, отключить, там, вот это наложение, типа, красивости линий. У нас сейчас некий кусок планированных изменений, и в кусок входит как раз оптимизация код мобильного устройства. То есть, чтобы там работало страшно, но быстро. Да, чтоб работало. Да, это отдельная крупная задача. Ну, движ, мне кажется, что ты смешал вопрос мобильного именно приложения, то есть... Нет, нет, нет. Мобильный, который... Или про определительность браузера. Нет. Ну, API-карт с мобилами. А, API-карт с мобилами. Нет, нет, нет. Про приложения я вовсе не знаю. Да, да, про это. А есть ли вообще проблемы к браузере у Яндекс-карты? Нет, проблемы браузера с мобилами, конечно же, есть. Но мы не возьмем на себя смелость, кого-то устрашать. То есть, подложка тайлова, она по дефолту максимально хорошая. Если ты сам как бы разрешаешь показывать метки на конвасе, то есть они без сложной HTML-верстки, это просто метки. Они тоже уходят на конвас, тоже летают. Если у тебя много графики, опять же, только ты можешь изменить факторы симплификации. У тебя заместо гладких кривых станут такие кривые, что там два раза снизится количество точек и все. То есть, мы сами там максимально что можем сделать, чтобы вот именно вот как есть, так отображалось. Если нужно идти на жертвы, то ты исключительно должен сам пользователем. У вас тайлы есть? Меньшие как мобилку или нет? Или большие? У нас есть тайлы любого размера. У нас есть... В магазине. На лету, да? У нас, да. То есть, хочешь 256 на 256 будет? 256 на 512 будет. Есть андроиды, у которых как бы retina factor. Не два, как на айфонах, а там 1 и 3. Трешечка есть у отдельных девайсов. Там есть от 1 на 1 до 1 и 9. В общем, там бывает все что угодно. Можно по производительности еще вопрос такой? Я вернуться хотел к вопросу про кластеризацию, которая была так мило вспомнена. Вот в лифрейте, да, условно говоря, там есть плагинчик для кластеризации. Мне сам там алгоритм, конечно, не очень нравится, но мне нравится легкость его изменения. Есть четкое место, где ты можешь переписать там способ схлопывания там и так далее, и так далее. То есть, вы патчили его как-то? Да, мы его патчили. Нашим продуктам не понравилась кластеризация. Как вы меняете? Да, и мы отказались от кластеризации, мы сделали генерализацию. Что это? Показывается только часть маркеров, которые видны. Для того, чтобы визуально карта стала легче, там по специальному алгоритму развивается на сетку и делается вывод, что вот в этой ячейке может быть виден только один маркер. Ну, то такого реклама лучше. Да. Нет. Я просто... Есть, короче, рекламные маркеры, которые всегда надо показывать, да. А дальше там выбирается, по-моему, который ближе к центру. То есть, это речь идет о весах, получается. Весах, да. А если веса все-таки, ну, равны, то есть... Ну, то есть, хорошо, окей. Если равны, то там, вот от геометрического расположения, вот, чем ближе к центру. А я могу, если потом буду использовать вашу пропатч-напи, хоть старому тогда плагину вернуться? Ты можешь любые лифлетские плагины... А это просто будет ваш плагин? Да. Мы сами, мы как плагин к лифлету, мы миксином поставляем свои какие-то вещи. Миксинщики. Окей. А что про вашу гритму авторизации? Ну... Есть ли где-то ограничения? Я просто... Я сейчас... Алгоритм стандартный, у него очень много функций по, насколько он жадно все хапает, размера, сетки грида, насколько... Все настраивается. Все настраивается. У глицерризатора слишком много опций, я бы сказал. То есть, можно говорить, что я хочу, чтобы вот отсетки грида, итоговый кластер, вот сам штучка, отступало больше, чем на что-то. Чтобы они друг на друга... Ну, чтобы на карте было хорошо. Генерализация, так называемая, она была в первой версии, так называемый Object Manager, что ты мог сам, именно сам указать, на каких зумах какие объекты видны. Но и сейчас ты можешь при создании объектов, как бы, сам управлять их отображением. То есть, нет сейчас встроенной вещи. Значит, я сделал два дела. Она планируется, но она, на самом деле, не скрывает, она объект немножко деградирует. То есть, он был более сложным, стал более простым. А вот очень многих пользователей волнует именно анимация кластеризации. Вот эти можно у вас управлять. То есть, где-то быстро схлопываются, где-то медленно, где-то хочется, чтобы, не знаю... Чтобы они у тебя еще разлетелись. Да, разлетелись, разлетелись, упругие удары. То есть, вот с этим, вот, я не понимаю, как я могу венекс-картах управлять. Я вот недавно видел какой-то пример на Леофейте, где ты зумаешься, а там из метки ржик. Это планет вот этот вот как раз. Там шарики такие с цифрами, с количеством. То есть, пользователи очень часто хотят какую-то интересную штуку. Хорошо. Сложно ли, вот, я представляю модель Фредовскую, как менять пример. Сложно ли в янекс-карте кластеризатор отдельно подключается? Ну, как еще один пакет. Это как группа. Как группа. Окей. Сложно ли как-то его изменить, к нему примешаться, изменить анимацию? Это вообще реально или нет шансов? Да, на самом деле, анимацию сделать такую не сложно, но небезопасно. Это как небезопасно? В чем проблема? Когда кластеры решают патологию. Он грохнет те объекты, что были видны. И создает их вместе новые. Есть такой же анимации. Надо, чтобы тот объект, который должен умереть, грохнулся. Грохнулся? Грохнулся. То есть, кластер будет думать, что его нет. Потом как бы склопнулся и только тогда бумер. Это сделать можно, но именно в архитектуре это не совсем заложено. И, хорошо, я не буду уже так далеко в дискуссии. Самый последний вопрос. Вот есть огромное лицензионное пользовательское соглашение. Дубльги Софи и Яндекс Карты. Потому что я его читал. Парни, да, я читал. Слышал, что нельзя мониторинг общественного транспорта сделать хорошие карты? Да. А почему, с чем это связано? И на каких тогда делах? Ну, это связано в основном с ограничением поставщиков. То есть, не вы запрещаете, не политическая компания. Это поставщики запрещают? Поставщики данных? Поставщики данных, да. А вот у вас, то есть, я хочу в городе там... Ну смотри, у тебя есть в машине навигатор? Нет, у меня нет машины. Хорошо. Есть в машине навигатор. Окей. Какой, наверное, взял навигатор? У меня есть машины. Пацаны, помогите. У меня я на навигатор. Я на навигатор это как раз не считается. Главитал, скорее. Ну, например. Это и хлеб. Понятно. А могу ли я на основе... Окей, а есть ли хорошо какие-то кейсы? Вот еще такой момент. Я закрытое коммерческое предприятие. Хочу сделать картинку, как мои сотрудники, где их дачи, шубохранилища и так далее всякие находятся. Могу ли я сделать такой закрытый сайт, который они увидят при помощи ваших карт, API и так далее? Нет, ты можешь сделать открытый сайт с закрытыми данными. То есть, если часть данных показывается после логина... То есть, любой Навальный залогинится и увидит, где у меня шубохранилища? Нет, ты ему покажешь просто карту. А когда он залогинится... А любой может залогиниться или там нужен секретный пароль? Нет, ты можешь секретный пароль. Твои данные, которые ты отображаешь на карте, это твоя проблема. Ага. То есть, Яндекс не ограничивает меня в отображении в закрытой сессии каких-то данных. Я могу все-таки какие-то секретные штуки показывать на Яндекс картах. Но должна быть всем открыта такая пустая, действительно чистая карта. Что она у меня есть, а тут вот под логином я показываю. Или нет? Ну, типа, можешь разместить вообще в замене local на сайте какие-то карты? Так. На них что-то показывать. На дубльгиз картах, вот. Или нет? Нет, то есть, вопрос стоит. Ну нет, я хотел бы... Хорошо, давай совсем страшно. Вот есть секта каких-то там, не знаю, любителей термитов. Они очень-очень стесняются, что кто-то еще об этом знает. Они хотели бы сделать какой-то сервис, на который веб-сервис нормальный, не закрыт, не на localhost. Люди заходят и так далее. Мне показалось после прочтения, что любители термитов не смогут сделать такой сайт. Ни с помощью дубльгиз картографии, ни при помощи Яндекс карты. На самом деле, одно из таких правил, что должен быть более-менее свободный доступ. Если в секте появится новый член, он должен беспрепятственно получить доступ. А как в сект он попал, он не так важно, да? А вдруг ты будешь модератором Яндекса? Вот такой вопрос. У Яндекс карт нет ключей, у дубльгиз есть ключи. В чем разница? Яндекс карт есть ключи, они просто... потому что они не передаются. У API карт ключей нет. У API карт нет ключей? Да, ключ только у справочного. А вот такого, чтобы отобразить, нет, да? Нет, карты, они свободны. Насколько я помню, основное ограничение, нельзя показывать тайлы без API карт. А, вот так. Сграбить тайлы и потом... Да, вот это есть основное, но у нас с NGS договоренность, что они на индексовом API карт показывают наши тайлы. На самом деле ключ это просто есть факт того, что такой вот пользователь прочитал соглашение и согласен. А сейчас ключом является просто на себя реферер. Что это значит? Ну, теперь за школа пришел. Я вижу, что это ваш домен. Я вижу, что это ваш домен. Что-то делают не так. Например, там делают 500 тысяч запросов геофедра в сутки. С вами там свяжутся. Это вы, точно, да. Потому что подмена реферер – это совершенно стандартная вещь. Да, да. Нет, ну бывает. А свинца в ключах просто может любой взять, если не передается. Многие коммитят на гитхаб свои ключи. Я так дубльги сами получил доступ. Нашел справочник. Для нижнего сценария по ключу можно уже потом понять, что если у пользователя была какая-то техничная ошибка. Да. Поэтому же можно не просто прийти, да? Я думал, для того, чтобы не мечты ставить. Мы джесс-ошибки себе не шлем. Не шлем? Не шлем. Расстроился? Шлем-то мы шлем. Вы шлете, да, джесс? А читаете? Полезная вещь. Агрегируете, анализируете? Мы аналитик самых смотрим. И у них в топ выходит обычно. Миллиона пользы. Это тикинг. Ошибка. Триентл. Что-нибудь off-indefined. А если я поставил себе на сайт IP2GIS, еще кубавку поставил. Это что? А это такой сейчас популярный стартап, как раз полагированный JS ошибок. Кто из вас на Windows или Android повесится? А, оба? Оба нельзя. Нельзя? Нельзя, да. Надо это провести эксперимент. Ну, слушай, значит зависит от того, как ты инициализируешь. То есть у нас хороший фидбэк по ошибкам нет именно смапс Яндекс. А на клиентских сайтах мы ведемся немножко повежливее. Не собираете информацию? Ничего не делаем. Инфлинический пользователь. Каждый нет. Когда вы ходите по картам, после каждого сдвига идет запрос на сервер по доступным зум рейджам, по копирайтам в данном месте. В принципе, чего делать с картой известно. Ну, в данном случае запрашивайте тайлы, логик видны. Потом они просто есть. С ними ничего сделать нельзя. Ну да. Окей. Я предлагаю поблагодарить всех участвующих. Аплодисменты. Так глубоко с картой на Омской земле никто не попал. Я вам зуб дали. Спасибо.